А пока давайте перечислим хотя бы часть из того, что можно делать из этого вредного растения. Первое. Ткань-волокно. Начнем с того, что конопляное волокно отличается повышенной стойкостью против гниения, поэтому издавна использовалось для канатов, веревок, рыболовных снастей, мешков, брезента, холста и парусины. Да и само английское слово «canvas» – «парусина», «холст» – происходит от голландского слова «конопля». Плюс к этому конопляное волокно в 10 раз прочнее хлопка и гораздо экологичнее. Это раньше хлопок был действительно натуральным, а сегодня его обрабатывают химикатами, чтобы коробочки с волокнами отпадали сами. Плюс к этому хлопок растет только в теплом климате и требует огромных затрат воды. Конопле не нужно столько влаги, и растет она сама и, в общем-то, где угодно, и в 3-4 раза превосходит хлопок по урожайности. Конопляные ткани гипоаллергенны, они, как и лен, греют зимой и охлаждают летом, а еще им нет износу. Чем дольше используются вещи из конопли, тем ткань становится более активной, она нейтрализует токсины, не дает развиваться болезнетворным микробам, при этом кожа дышит и не переувлажняется. Конопляная ткань на 95% задерживает ультрафиолетовое излучение. Для сравнения хлопок лишь на 30-50%. Второе. Бумага. В общем, самую первую бумагу делали как раз из конопли. Из конопляной бумаги выпускали прочные банкноты, первые книги немецкого первопечатника Гутенберга были из нее же. Кстати, они не боятся влаги и прекрасно сохранились до наших дней. Производство бумаги из древесной целлюлозы губит не только лес, но и экологию. Это очень вредное и токсичное производство. Конопляная бумага гораздо экологичнее, к тому же конопля растет с большей скоростью, в отличие от вырубленных лесов. Третье. Биопластик. В 30-х-40-х годах прошлого столетия Генри Форд представил действующую модель автомобиля из конопли. Оказывается, растение можно применять и при изготовлении прессованных плит или пластика на основе целлюлозы из его мякоти. Этот материал был назван биопластиком. Вскоре из конопли научились получать аналоги полиэтилена, целлофана и пластмасс с самыми разными характеристиками, от очень гибких до сверхпрочных. Надо ли говорить, что дальше опытного образца дело не пошло. Четвертое. Замена нефти и бензина. Горючее. Из семян и стеблей конопли можно получать уголь, метанол, древесный спирт, обычный спирт, этанол, метан и бензин, при сгорании которых не будет выделяться сера, вызывающая кислотные дожди. Метанол – хорошее автомобильное горючее, сейчас его используют для гоночных машин. Кстати, автомобиль Форда ездил как раз на конопляном горючем. В качестве горючего можно использовать и масло семян. Даже сегодня некоторые дизельные двигатели смогут работать на чистом конопляном масле. Пятое. Медицинские препараты. Во всех старинных лечебниках конопле выделяется почетное место. Чего она только не лечит. Думаете, это сегодня неизвестно? Как бы не так, это растение давным-давно исследовали и вот что выяснили. Список заболеваний, при которых эффективно применение конопли, включает уже по современным данным рассеянный склероз, рак, спид, глоукому, депрессию, эпилепсию, мигрень, астму, сильные боли, дистонию. Добавьте к этому еще несколько десятков менее серьезных заболеваний и великолепный химический состав, кладезь витаминов, микроэлементов, полезного белка и так далее. В семенах конопли содержится полиненасыщенная жирная кислота омега-3, снижающая уровень холестерина в крови, риск от атеросклероза, закупорки сосудов и заболеваний сердца. Шестое. Питание. О конопляной каше мы уже говорили. На самом деле из этого растения можно приготовить множество блюд. К слову, конопляная крупа не содержит психоактивных веществ, поэтому блюда из нее можно готовить даже маленьким детям и беременным. Семечки конопли богаты полезными микро- и макроэлементами. Цинк, железо, кальций, марганец, фосфор, калий, сера. В них содержатся ценные белки и еще множество полезных веществ. Конопля улучшает внешний вид, состояние кожи, волос, ногтей, способствует похудению. Кроме того, активизирует работу мозга. Важный момент. Каша из конопли рекомендуется молодым мамам. Она повышает количество грудного молока или способствует его скорейшему появлению. Седьмое. Косметология. На основе ценного конопляного масла производится множество эффективных косметических препаратов. Чистое масло можно использовать для загара. Оно не закупоривает поры и позволяет коже дышать, выравнивая ее PH-уровень, обладает мощными омолаживающими и рано заживляющими свойствами. Конечно, это малая часть списка из 25 тысяч позиций. Некоторые особенности этого растения не могут не удивлять. Например, темпы его роста. За 110 дней растение достигает высоту 2-3 метров и дает по несколько урожаев за один сезон. А еще коноплю можно сажать на самые истощенные земли. Оно не только сама вырастает, но и полностью восстановит почву. Но все-таки, почему отказались от такого чудесного растения? Вы уже догадываетесь, что это было кому-то выгодно. Один гектар конопли заменяет 4 гектара леса. Вы думаете, это понравилось тем, кто занимается его вырубкой? А как отнеслись нефтяные магнаты и производители синтетики из нефти к тому, что конопляное горючее и пластики гораздо проще получать, к тому же они экологичнее? А дело вот в чем. В 1930-х компания Дюпон усиленно разрабатывала нейлоновые нити и промышленные отбеливатели бумаги. Однако главной проблемой выхода на рынок выступал рынок конопли, которая занимала миллионы гектаров. Из нее делали одежду, бумагу, веревки и многое другое. Компания Дюпон присоединилась к Вильяму Херсту, которому требовались химикаты для отбеливания бумаги. С тех пор коноплю стали называть исключительно марихуаной, а в прессе писали о ее пагубном влиянии на организм и вреде обществу, а не как о полезной сельскохозяйственной культуре. Газетные заголовки тиражировали связь между преступлениями и влиянием марихуаны, послужив одной из форм доказательств ее негативного эффекта на психику человека при слушании законопроекта в Конгрессе США в 1937 году. Затем это распространилось и на Советский Союз. 30 марта 1961 года в Нью-Йорке большинство государств-участников ООН подписали единую конвенцию о наркотических веществах, которая, в частности, предписывала установить жесткий контроль за распространением конопли. Сегодня конопли наконец снова вспомнили. Во многих странах Европа и ее посевы расширяются, в том числе и у нас, но до прежних показателей далеко. Сейчас одним из ключевых слов стало импортозамещение. Конечно, оно не по вкусу любителям продавать свою страну за бочку варенья и мешок печенья, но количество людей, которые интересуются нашей древней культурой, становится все больше. И вот им самое время вспомнить о конопле, которую так ценили наши предки, здоровью и жизнестойкости которых можно только позавидовать. Специалисты утверждают, что на здоровье влияют экология, генетика, эмоциональный фон, физическая активность, но прежде всего правильное питание. Сегодня существует огромное количество оздоровительных систем, но большинство из них не учитывает такое понятие, как видовое питание, наиболее естественное для человека. Ставьте палец вверх, если вам понравился ролик, делитесь им со всеми друзьями и знакомыми. Продолжение вы очень скоро сможете увидеть. На этот раз мы расскажем вам об уникальных свойствах льна, растения, культивирование которого древнее пирамид. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал и перейти по ссылкам под этим роликом. Теперь наши фильмы доступны и там, на случай блокировки Ютуба. Осознание